Мы оцениваем по одну очку, напоминаю, что потом не было вопроса. Вот это мы не оцениваем в щелчки никаким образом. Порез ноги должен быть хороший с протягом, то есть, если это будет вот так, мы тоже это не оцениваем. По уколам корпуса, напоминаю некоторым, вот это не оценивается, это не укол корпуса. То есть, у нас идет прямо линейное движение вперед, соответственно, желательно с выдергиванием руки. Это мы имеем два очка. По порезам корпуса, напоминаю тоже, это все, вот это не оценивается. По порезам корпуса у нас должен быть более-менее длинным протягом. По порезам шеи, опять, щелчок, мы не оцениваем по порезам шеи, у нас считается порез маски горжетом. Горжетом маски. Даже если вы попадаете сюда, не считается порезом шеи, то есть, обязательно должен быть четко прорез через горжет. Два очка простой, где Максим? Четыре, если у него дернулась голова. Все-таки мы в динамике, мы не сможем посчитать что-то другое. Порез, он же рубка по маске, одно очко. Это не считается, потому что еле-еле кончиком, как говорят наши судьи, чир, мы не считаем. Два очка укол, силовой укол считается только если у него запрокинулась голова. То есть, если даже он на меня набежал, я его встретил. Не-не, но у него борцовская шея. И он, мы не посчитаем это как за четыре очка, потому что есть методика. Значит, что можно? Любые захваты, но без борьбы. То есть, мы не бросаем. Если вы свалили с парты, мы вас максимально быстро поднимем. Любые действия левой рукой, опять-таки, сбивания и тому подобное, можно. Обоюдка. Но что считается? Одновременное выражение по равным очкам. То есть, я его уколол, он мне порезал шею. Это все равно считается обоюдкой. Напоминаю, что на этом турнире судьи будут более строгими. Соответственно, оценка обоюдка будет выноситься, даже если мы там просто друг другу. Либо по рукам, либо если мы сходимся, начинаем дальше делать разное. По очкам все равно дадут обоюдку. По предупреждениям, мы также все хорошо помним. Простые предупреждения. Выход двумя ногами за площадку. Простое предупреждение. Синяя зона. Синяя зона тоже будет. Да, синяя зона двумя ногами. Строгие предупреждения у нас даются за потерю ножа. Согнувление бочков. Точно так же строгое предупреждение может быть за какой-то нечаянный намагаемый удар. Если этот удар привел хоть какое-то травмирование, это будет дисквалификация. Так, и строгое предупреждение выносится за навал. Когда мы просто с ним сошлись и начинаем их в друбер без защиты или треподействия по базе. Это тоже строгое предупреждение. Вопросы есть? Значит, смотрите, когда вас вызывают, первая фамилия всегда синий. Вторая всегда красный. Еще хочу добавить строгое предупреждение за то, что после команды стоп продолжение действия. То есть сначала команда стоп продолжается бой. Все равно у нас здесь строгое предупреждение. Секунду бой продолжает опять обработать стуки. Строгое предупреждение вносится только на другую. Продолжая действие после команды стоп. И еще если после команды, на 2 команды начали. Так, и дается простое предупреждение, а если начинается проба, то попадает на счет. Вы помните, что если оба бойца набирают предупреждение, им, особенно по бойцу, оба им засчитывается проигрыш, не ничья, это проигрыш. Ничья, если в ходе поединка не было выявлено победителем, например, закончилось время, и у них одинаковое количество очков, либо же они оба набрали побед на количество очков, им дали дополнительно 30 секунд на золотое очко, и даже тогда не было выявлено победителя. Помните, золотое очко – это чистое действие без ответа. Не важно, сколько очков, главное, чтобы не было ответа. То есть был шаг между эпизодами как минимум полтора секунды. Если на золотом очке у вас вылетает нож, у вас автоматически засчитывается проигрыш, потому что у вас отправляются очки. Ну-ка, да? Хорошо, Лидия. Хорошо, Лидия. Хорошо, Лидия. Хорошо, Лидия. Хорошо, Лидия. Итак, спецы называются номинации «Мужчины выше 175 сантиметров роза». Лишинский, Ващенко. Готовятся «Контрадетка» и «Льющенко». «Мужчины выше 0 10» «Мужчины выше 1800» « мало 70» Продолжение следует...